Как вернуть деньги, если вы пострадали от каких-то нечистоплотных дилеров Форекс? Ну, сразу могу сказать, не как, но подробности сейчас. Здесь тоже есть мошенники там, где вам предлагают вернуть деньги. Итак, здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Я неоднократно рассказывал, что на рынке Форекс, в общем-то, я не советую никому туда соваться, потому что там полно мошенников и, ну, в общем-то сказать, там кухни всякие, а может быть и не кухни, но, тем не менее, вы потеряете деньги почти наверняка. И все, что буквально, вот, буквально все, что связано с рынком Форекс, оно кишит просто всякими левыми фирмами, об одной из которых я сейчас хочу рассказать. Итак, ну, мой телефон совершенно нетрудно найти, естественно, потому что он есть всюду. Звонит мне сегодня одна из таких компаний и говорит, «Здравствуйте, вот мы составляем коллективный иск в Центробанк от людей, которые пострадали на рынке Форекс». Ситуация такая, говорит, у этой Форекс-компании, ну, у Максим Маркетса, есть счет ВТБ, и транзитный, это, ну, скорее всего, действительно так, вот. И мы через судебные какие-то вот, ну, какие-то вещи, через Центробанк блокируем этот счет и коллективный иск среди тех, кто подал заявление, значит, там деньги там блокируются и распределяются тем, кто пострадал. Прекрасно. Вот, я говорю, что нужно сделать? Ну, вот, да, фирма называется «Доверие и защита», вот, и мы составляем коллективный иск. Никаких данных, ничего платить не надо нам, говорят они, значит, после того, как я получу деньги, 6% им, ну, в принципе, я как бы по договору должен заплатить, это нормально и логично, то есть, все выглядит хорошо, доверие и защита и так далее. Я говорю, ну, да, хорошо, значит, там, когда вы там перевели деньги, ну, там было дело, значит, говорю, в 2019 году, там, да, хорошо, ну, окей, тогда для составления анкеты вам перезвонит человек от нас, значит, где-то, ну, после 12 часов. Сижу, жду, понял, ну, с опозданием на полчаса, ну, ничего страшного, да, из юридического отдела, там, все дела. Я говорю, хорошо, давайте, значит, что нужно сделать, там, анкету какую-то, значит, заполнить и так далее. Да, 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 говорит он, ну, нужно только номер карточки, номер карточки, в принципе, это действительно неконфиденциальная информация, номер карточки, если вы кому-то сообщите, то, в принципе, это не влечет за собой потерю денег. Вот, здесь ничего страшного нет, но, значит, он говорит, ну, хорошо, сейчас давайте заполним анкету, там достаточно быстро все. Вот, я говорю, давайте, дайте мне свой адрес e-mail. Я говорю, ну, продиктовал адрес e-mail, говорит, сейчас я вам пришлю письмо со ссылкой на анкету. Вот, мне приходит письмо следующего содержания. Вот, вы видите, здесь всего лишь только ссылка. И вот тут сразу я смотрю, когда я вижу ссылку, здесь, да, HTTPS, да, транзитпэй.фан. Смотрите, что такое .фан сразу? Это значит, что этот сайт зарегистрированных где-то хрен знает где. То есть, скорее всего, это какой-то сервис, который предоставляет там хостинг бесплатный, и так далее. То есть, смотрите, точка фан, это уже сразу мне становится, сразу резко подозрительно. Следующее, что он говорит. Ну, только вы, пожалуйста, ну, не нажимайте, потому что, скорее всего, защита сработает. Это действительно так. Значит, у меня сайт на гугл-почте. Вот, и посмотрите, откуда пришла почта. Дмитрий Морозов со мной разговаривал. Дмитрий Николаевич32, gmail.com. То есть, он не с корпоративной почты присылает, а с gmail. То же самое. Ну, здорово. То есть, первое, присылает почту не с корпоративной почты, а с gmail. Второе, значит, где здесь связь между фирмой доверия и защитой? Никакой связи. Значит, второе. Точка фан. Ну, ребята, ну, бесплатный хостинг. Вот, уверяю вас. Вот, я даже не проверял. И, значит, он говорит следующее. Да, HTTPS, все, значит, секьюра. Вот. Говорит, не нажимайте на эту кнопку, потому что, скорее всего, заблокируют. Это действительно так, потому что, ну, это, возможно, это фишинг. Вот. И он говорит, что скопируйте эту ссылку и поставьте в браузер, в адресную строку. Я вам сразу могу сказать. Вот. Я скопировал, сделал это. То есть, как бы, я понимаю, что я делаю. Поэтому я, значит, беру, копирую эту ссылку, вхожу. И вот уже второй раз такая же фирма мне появляется, значит, ВТБ. Действительно, значит, да. Сайт простейший. Счет отправителя. Карта получателя. Пардонте. Мне говорили, что будет какая-то анкета, значит, что я там пострадал и все такое прочее. Нет, говорит он, прямо все. Вот он счет, номер счета ВТБ. И нужен только номер вашей карты. Не нужно месяц, год сообщать. Не нужно CVV-код сообщать. Только номер моей карты. И, значит, нажать кнопочку перевести. Вот, собственно говоря, все, что нужно сделать. Но прежде чем нажать кнопочку перевести, я ее, естественно, не нажимал, номер карты. Да, он говорит, номер счета я тебе продиктую. Он продиктовал мне номер счета. Он сказал, что этот номер счета активируется только в течение часа. А ответ мне дадут там в течение суток или 15 минут. Ну, пардонте. А где же анкета? А где же что-то? Вот. Где иск в центробанке и так далее? Здесь ничего такого нет. Здесь чисто транзитпэй. То есть транзитный платеж. То есть, смотрите, в банке есть система, которая, значит, раз, там какой-то счет, на него идет платеж и тут же переходит куда-то еще. Такой сервис предоставляют банки. Ну, я не исключаю, что это вот ТБ тоже предоставляет. Вот. Это номер счета. Значит, он быстренько раз-раз-раз, пока не заблокировали. В течение часа его, скорее всего, заблокируют. Вот. Что я, как бы, ну, я говорю, подождите, подождите. Я пока, значит, ну, не готов нажимать на кнопочку перевести, потому что я сначала хочу. Первое, значит, заблокировать операции в интернете в своем Тинькофф банке. Первое. Второе. Вывести все деньги с этой карты, номер которой я здесь сообщаю. Ну, и вообще посмотреть, что же это за фирма. Доверие и защита. Я ввожу в Яндекс, в общем сказать, там параметры этой фирмы. И вот, что я вижу. Значит, смотрите. Руспрофайл. Сервис какой-то есть в интернете, который, ну, как бы, вот, говорит об учредителях компаний, обо всем прочем. Я нахожу эту фирму, юридическая компания доверия и защита. Я, значит, не могу утверждать, что эти люди действительно имеют отношение к этой фирме. Но они себя называют, да, юридическая компания доверия и защита. Давайте посмотрим, значит, кем они себя называют. То есть, никаких данных о том, что, значит, договор я именно с ними. Они мне не прислали договор почему-то. Ну, то есть, я как-то слишком быстро согласился, возможно. Вот. Значит, смотрите. Общество с ограниченной ответственностью, юридическая компания, доверие, внимание, и защита. Ну, хочется доверять и защищаться. Организация в процессе ликвидации. Первое. Значит, уставный капитал 10 тысяч рублей. Юридический адрес. Москва, Холодильный переулок, дом 3, корпус 1, строение 8. Я прекрасно знаю, значит, этот дом, Холодильный переулок, дом 3, корпус 1. Я там бывал и не раз. Там, ну, это просто как бы здание, которое сдается под различные офисы. Специальный налоговый режим УСН-2019. Генеральный директор СОН Андрей Аркадьевич. Вот. Дальше, значит, я смотрю дальше. Связи. Выявлено 5 связанных с юридической компанией доверия и защиты организаций. Всего 5. По руководителю 1, по учредителю 4. То есть, у данных учредителей и руководителей имеются еще какие-то компании, но их немного. Всего 1 и 4, 5 компаний, это немного. Вот. Долги. Производств. 4. Смотрите. Все исполнительные производства. Давайте посмотрим, что за это исполнительные производства. Я нажимаю, так, надежность низкая написано. Выявлено 14 фактов об организации, 9 положительных, отрицательных, 1, требующих внимания, 4. Вот. Последние изменения. Вот. 29.04.2020 статус организации изменен с действующей, но в процессе ликвидации. 15.02.2018 года. Давайте вот смотреть все 18. Вот так вот скажем. Опа. Здесь требуется профессиональный доступ. Но вот здесь полупрозрачным видно, видно, что это за исторические сведения. И вот я здесь смотрю внимательно. Исполнительное производство. Ну, во-первых, их много. А во-вторых, 16 ноября 2017 года. Они все одинаково. Завершено исполнительное производство. Номер такой-то. Короче говоря, я там посмотрел внимательно. Причина. Невозможно найти ответчиков. Невозможно найти ответчиков. То есть, вот эти ребята, значит, зарегистрировались. И этот адрес тоже фейковый. Ну, что еще можно сказать про, как бы, эту организацию? Ну, друзья мои, как вы думаете, буду я нажимать на кнопку подтвердить вот здесь или нет? Я, честно говоря, не хочу. Вот, они сказали, что после того, как я нажму подтвердить, значит, там, мне для подтверждения, там, то, что эта карточка именно мне принадлежит. Ну, там они какие-то правильные слова говорили еще. Значит, придет смс. Как они ухитряются без месяца года и CVV-кода снять деньги, я не знаю. Но, скорее всего, деньги я бы не получил. Скорее всего, с меня бы взяли деньги. Ребята, не ведитесь. Скорее всего, это тоже фейк. И, скорее всего, это тоже мошенники, которые стремятся просто завладеть данными о ваших счетах и о ваших картах. А о том, что можно вернуть деньги с Форекса, ну, я бы вам советовал просто забыть. Вот так. На сегодня все. Надеюсь, что эта информация хоть кому-то поможет. Ну, самое главное, еще могу вернуться, что если вы видите вот такую страничку, и вот с таким вот точка-фан, там, или там точка, там, бывают любые точки, так сказать, вот. Караул. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демятков Юрий.